ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Фольклорный ансамбль «Волжские зори» поет народные песни уже 70 лет. При советской власти с концертами объездили всю область. Не пропустили ни одного праздника, ни государственного, ни народного. С 90-х годов прошлого века список праздников пополнился религиозными. Артисты особенно любят выступать именно на таких. Не стало исключением и троица. В деревне мы маленькими были. Бабушки у нас были очень верующие. У нас стояли иконы. Нас это с детства как бы приучали. Сфера была работы. Я с реабилитационными центрами работала в Новокуйбышевске. И у нас очень много тоже. Там и батюшка присутствовал, и в церковь мы тоже ходили. Праздник троица в одушевлении. Это какая-то душевная радость. Это какая-то божья помощь. Поделиться радостью и праздничным настроением с горожанами с ограниченными возможностями здоровья творческие коллективы «Самара» по традиции решили во Дворце ветеранов. Уже несколько лет здесь для них устраивают концерты. И таких встреч насчитывается несколько десятков за год. И концертная программа, и общение, и даже люди вышли из дома – это уже счастье. А вот в такой атмосфере, в такой обстановке это будет еще для людей большой стимул для того, чтобы жить. В этом году отмечать троицу с народным колоритом, так называемый праздник березки, планировали по соседству с Дворцом ветеранов на Березовой аллее в Парке Победы. Но погода внесла коррективы. Поэтому срезали ветви берез и украсили ими в фойе. А концерт дали в актовом зале. Планировалось, что это будет на улице, в нашем любимом формате народных гуляний, когда мы музыка, движение, танец, фольклорные номера, танцевальные номера, артисты наши самодеятельные, с чаепитием, с пирожками, отмечаем те или иные события. В традиции у нас пасхальный праздник, Рождество. Сейчас праздник русской березки Троица. И это как повод собраться все вместе, вернуться к нашим истокам, к нашим традициям. Продолжился праздник традиционным чаепитием. Такие встречи и праздники важны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Признаются они, это им дает возможность воспрять духом, по-новому посмотреть на жизнь и задуматься о новых планах и свершениях. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.